Здравствуйте, дорогие товарищи! Что с вами происходит? Как вы себя чувствуете? Я не просто так спрашиваю, просто у меня вчера весь день болела голова. В новостях я узнал, правда, перед этим, что на солнце были вспышки. И я весь день, как законопослушный гражданин вытаращил в глаза, смотрел на солнце, искал, ждал, какие там вспышки будут. Не увидел ни одной, нифига не было никаких вспышек. Это я вам точно говорю, потому что я смотрел весь день. В общем, все врут. И я думал, как же мне быть вечером, когда у меня заболела голова. Что бы такое послушать, чтобы головная боль ушла? Достал с полки все пластинки в моей любимой группе Де Муди Блюз, смотрел на них, ходил вокруг них, размышлял, что бы такое поставить. Потом рука моя сама собой так вот потянулась. Нет, 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 вот эта рука. Потянулась, потянулась, потянулась. И достала с полки вот этот альбом. Редхачили Пепперс, Ван Ход Минит. И я его прослушал не один раз причем, на ночь глядя. И головная боль ушла, как и не было. Потому что это настолько хорошая музыка. При всем том, что она с мутюгами, что она жесткая, злая, яростная, хулиганская. Она при этом еще и такая светлая, такая музыкальная. Музыка музыкальная. Это важно. Не вся музыка музыкальная. Такая интересная. Столько там фантазии. Так это виртуозно все исполнено. Так замечательно придумано. Так аранжировано искусно. Так записано. Так спродюсировано. Так сведено, что... Ну, ох, какое наслаждение. Это я не иронизирую. Настоящее наслаждение для меня слушать этот альбом. Вышло он в 95-м году прошлого века. В 1995-м году. И, на мой взгляд, он является одним из лучших альбомов всех 90-х. Хотя в 90-е было огромное количество прекрасных записей. Появилось огромное количество замечательных групп. А хороших альбомов было просто не пересчитать. Все там говорят «Золотой век», «Золотой век». Когда-то там был «Золотой век», в 70-е, 60-е. Ну, на самом деле, 90-е в смысле «Золотоносности» ничем не хуже. Ни 60-х, ни 70-х, ни 80-х. Это такой, просто такой вал отличной музыки, что не переслушать за всю жизнь. «No One Hot Minute» для меня это одна из лучших пластинок того периода. И когда она вышла, когда она появилась только, мы все, то есть я и все мои друзья, знакомые, все те, кто слушает музыку, звонили друг другу при встрече, говорили. «А ты слышал новый Red Hot? Ты слышал? Ты слышал? Ну и как тебе? Супер! Да, по-моему, супер!» Я тоже, я такой же был, я ходил и говорил, что какая вышла пластинка, как это потрясающе, как это здорово. И, действительно, я до сих пор так считаю. Это великолепнейший альбом. Штучный товар. Штучный во всех смыслах, потому что гитарист Дэйв Наварро играл в группе только на этом альбоме. Он сменил ушедшего Джона Фушьянта, который не выдержал бремени славы. Это не фигура речи, это действительно тяжелая история, когда музыкант, играющий жесткий, откровенный, развязанный, разнузданный, без всяких правил рок-н-ролл, в широком смысле этого слова, вдруг оказывается в мягких объятиях большого шоу-бизнеса, и там уже хочешь-не хочешь, этот самый шоу-бизнес диктует тебе свои правила, и, сохраняя всю ту ярость, всю ту злость, которая хорошо продается, как выяснилось, благодаря альбому Blood Sugar Sex Magic, который я тоже очень люблю, это прекрасная пластинка, да, но она и сломала Джона Фушьянта, потому что вот эта вот обвалившаяся слава, вот эти миллионы поклонников, огромные тиражи, радио, телевизор, MTV, там все дела, она сломала парня, и он ушел просто из группы, потому что я, говорит, я не могу вот это все, вот выносить всю эту билиберду, вот эту чудовищность, вот это я показал, да, это хочешь-не хочешь, а приходится встраиваться в эти вот извилистые направления, которые шоу-бизнес тебе диктует, вот ты хулиган-хулигань, ори, кричи, дебоширь, но в рамках вот этого, то, что мы тебе скажем, то есть вот так вот, а парня это не устраивало, да, он ушел, потом, правда, пришел, потом опять ушел, потом опять пришел, но это уже другая история совершенно. Так вот, с Дэвом Наварро единственная запись, и Наварро привнес сюда просто невероятный гитаризм какой-то, при всей моей любви крушьянте, но он по-другому просто играет, другую музыку. Ну, здесь тебе и тяжелый рок, и хендрикс, и все, что угодно, и психоделия, и спейс-рок, там, как угодно можно называть. При этом он не любил фанк, да, Дэв Наварро, но фанка столько здесь наиграно, не меньше, чем на Бладшурган с Sex Magic. В общем, очень здорово, удивительная пластинка, и если пройтись по песням, то, начиная с первой песни, опыт, вот это самое, когда ставишь иглу на пластинку, психоделическое, вот это космическое какое-то начало, такое пространственное, и вдруг начинается пульсирующий риф бешеный, гитарный, на котором лежит вся музыкальная история, и бас фли, конечно, лупит по полной схеме, Чат Смит там задает, и на фоне этого дико-скоростного рифа, парящий голос Кидиса, парящий, обработанный с вибрато, с кучей еще обработок других, и вот это такое пространство удивительное, потому что нифига себе, вот это, вот это, вот это музыканты, вот это уровень, вот это, да, люди придумали еще и сыграли, еще и записали, и получилось это все. И пока ты это думаешь, начинается бритш аккордовый, когда та-да-дам, и все, и так меняется сразу вся картина, думаешь, ох, как это здорово, как это круто. Даже вот эти вот, даже в одной этой песне уже такая глубина, что да, мы хотели Give It Away, а получили Кинг Римсон новый, в другом виде. И думаешь, ну супер, и тут вторая песня вдруг практически без перехода, Airplane, это просто гимн любого рок-музыканта, который играет музыку под условным названием «рок», в каком бы стиле она ни звучала. Музыка – это мой самолет, я на нем лечу, и такая полетная песня, этот самый Airplane, с аккордовой вот этой историей, быстрый такой, потом уходит фанк, такой вот кусочек фанковый, довольно длинный, с басом фли, конечно, там по полной схеме. И потом опять идет аккордовая история, очень красивая, с детским хором, так, так дико. И темп не падает, как на первую песню он задан на вопт, так и пошел. Только Airplane он уже, в отличие от тяжелой первой вещи, да, он уже полетел, полетел. Музыка – это мой самолет, и все, и горите вы все синим пламенем, а я полетел дальше со своей музыкой. Ну, потом идет уже автобиография, просто дипкик, еще одна скоростная песня, замечательная, просто замечательная мелодия, хотя мелодия там довольно условна, потому что Кидис переходит на такой почти рэп исполнение, почти речитатив, хотя мелодически тоже выстроено, там все нормально. Очень интересная, конечно, история, и прямо видишь вот этих молодых, два парня из Сан-Франциско, как они веселились, как они совершали массу плохих поступков и массу хороших поступков, и как они проводили время, как они безумствовали. И вот это безумие молодежи, этот отрыв подростковый, он здесь просто так визуализирован, так это, так это вот в музыке передано просто в состояние. Вот это я вспоминаю то время, когда мне было 20 лет, ну, это прямо вот, прямо все отсюда. Очень здорово. My Friends, ну, немножко надо передохнуть, мне не нравится эта песня, так же, как мне не нравится песня Under the Bridge с предыдущего альбома. Ну, это такая, да, печальная, мелодичная поп-история, на которую потом группа Red Hot Chili Peppers и свернула уже окончательно. Потому что шоу-бизнес диктовал свой закон, а это идеальный хит, это просто в лифте она может звучать, там, в магазине, в парикмахерской, где угодно, что и происходило, собственно, что Under the Bridge, что этот самый My Friends, все это туда же и идет. Ну, зато, слава богу, дальше все пошло в порядке. Coffee Shop, meet me in the coffee shop, we can dance like a hip-hop. И вот это танцуем, как и гип-hop в кофешопе. Очень круто, очень ярко и с тяжелыми, опять-таки, рифами Дэйва Навара. Вламывает на гитаре, будь здоров, как здесь, просто тяжесть, тяжесть. Pee, песня, которую исполняет Flea, под аккомпанемент контрабаса, или акустической бас-гитары, трудно сказать, не видя, на чем он играет. Она чем-то мне напоминает песню Петра Мавонова «Серый голубь». Не по мелодической составляющей и гармонической, а по концепции своей. Такое, да, ты можешь меня отметелить, ну и что, ну и что дальше, и что. А я серый голубь, зато я умею летать. Как поют Мамонов, Flea поют здесь по-другому, другой текст, но смысл тот же. Маленький Flea, маленький серый голубь. Зато One Big Mop дальше. Уже разгул разнузданности и фанка, и психоделический кусок неожиданно в середине. Просто пространство, как будто группа Хоквинд вдруг начинает играть. То есть какой-то космический такой паралич наступает. После вот этой бешеной гонки с хоровым рефреном, который всю дорогу здесь идет. Такой какой-то адский фанк просто из-под земли, такой дикий. И вдруг такой бум, и такой космический паралич. Да, я повторю. И потом опять все хорошо. Walkabout. Дорожная, дорожная песня. Ритмичная, конкретная, с, хотел сказать, с хорошей мелодией, но с хорошей ритмической подачей голоса Flea. Мелодия присутствует, конечно, мелодия достаточно яркая и запоминающаяся. Вообще здесь с мелодиями все в порядке. Я говорю, каждая песня здесь просто вот она самодостаточная, и она садится в память. Ее оттуда не выковыришь уже из памяти. И вот эта Walkabout, настолько она хороша, по сути, на двух аккордах. С басовой линией отличной и с, опять-таки, ну что значит хороший вокалист, да? Хороший вокалист – это не только тот, который длинные ноты поет и, так сказать, в диапазоне работает достаточно широко. А который еще и владеет ритмом очень хорошо. И фонетически, и ритмически артикулирует все. И там просто, просто с таким удовольствием его слушаешь, так это здорово. Walkabout. Тир Джейкер, посвящение Курту Кобейну. Вот, казалось бы, да, My Friends, возьми, и Тир Джейкер. Медленные песни, да, гитарно-полуакустический, такие чистый звук. Но Тир Джейкер настолько она проникновенна, настолько она... Вот она какая-то правильная, да, в отличие от Under the Bridge, вот это вот все, такие поп-мелодии. А это вроде так же построено, но вот совсем не поп-мелодия. И если бы я даже не знал, что это посвящение Курту Кобейну, все равно она какая-то вот от сердца. Она какая-то настоящая проникновенная. И скрипки там, ближе к финалу. Все, все очень здорово. One Hot Minute, заглавная песня, вот пошел уже Дэйв Наварро во всей своей красе. Уже настолько тяжелая, настолько тяжело-роковая песня. Даже песни трудно назвать, это композиция. Это, ну, сюита, не сюита, но такая композиция тяжелая, монументальная, громкая, жуткая. Falling into Grace, дальше со страшным голосом заобработанным. Заобработанный какой-то такой, какие-то монстры возникают вокруг. И среди этих монстров-то, бежишь-бежишь-бежишь-бежишь-бежи-бежи-бежи-бежи. Шелуби Тайгеем, еще один тяжеляк, еще один Дэйв Наварро во всей своей красе, злобно-зверско. И приходим мы к последней песне, которая называется у нас «Трансцендинг». Вроде как и психоделическое начало, но в конце такой какой-то авангардный джаз в гитарах, в барабанах, в басу, с дикими криками, с дикими воплями, такими же примерно, как вот «Шелуби Тайгеем». В «Трансцендинг» просто это какой-то зверский хаос музыкальный на тебя наваливается в финале. И думаешь, вот это альбом, вот это да, вот это я послушал. И голова не болит, и все отлично, и пошел пить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok